мат культ привет привет узнаете всем привет когда ты кричишь не делай паузу потому что сразу хочется неужели сейчас загнешь тираду промо а ты видел когда я сказал мат культ привет всем и в титрах появилась матерное слово вместо этого там культ вот это они превратили в другое кто-то успел даже сфоткануть и потом говорит алексей владимир что вы делаете дети же да я куда я ничего я сказал мат культ привет на должен заметить алексей сейчас следит за каждым своим словом стараюсь да я стараюсь потому что у меня много знакомых батюшек и они меня очень не рекомендуют ругаться матом в интернете чрезвычайно говорят что это душе разрушительно причем в такое количество раз более души разрушительно чем мат дома сколько человек увидит поэтому я стараюсь в интернете не материться очень стараюсь иногда все-таки детство у нас уже было мы на детских площадках уже по моему вы матерились о да о да я да я помню детский сад школу так вот я хочу тебе рассказать один офигенный сюжет я вообще хотел рассказать просто всем но когда я узнал что ты приезжаешь москву а мы не будем говорить причину почему ты приехал москву правильно это тайна а вот не знаю я вчера немножко подростков а тогда пофигу тогда у меня вчера был маленький стрим а ты сказал да ну я как бы сказал но я оговорился я просто не в курсе можно ли об этом говорить а я никакого слова не давал я сказал что я встречусь с тобой да и будет коллаб и еще встречусь с ребятами тогда мы тоже сольем или можем тоже слить даже не знаю форн боярд часть 3 будет скоро вот этого я не говорил ну ладно я не буду говорить тогда список участников только ясно что мы вот с петром уже там будет так вот а это такой пред как бывает спортсмен до российский спортсмен в буфете разминается красненьким знаешь да алко анекдот там соревновались там соревновались кто кого перепьет ну это что француз немец там что делают а русский спортсмен в баре разминает в буфете разминается красненький вот так вот у нас разминка коллаб разминка маленький коллаб сегодня до перед огромным коллабом завтра но завтра что еще будет выходить и выходить там сколько-то месяцев наверно а этот мой раз и сразу убанил и так был у меня один замечательный сюжет который я давно хотел публике поедать и я решил что мы его с тобой вместе будем обсуждать я тебе буду его разговор и были скорее всего не знаю может и не знаешь да может может я слышал у меня где-то в интернете он мог выходить на каких-то лекциях которые я вел других городах но мне кажется что в таком нормальном в студийном качестве он не выходил у нас наказали и так называется шутник и пальто кто пощутник суньев пальто точно шутник в пальто шутника пальто значит есть театр и в нем есть н крючков в гардеробе зима крестьянин торжествуя пришел в театр посмотреть в общем они поставили здесь свои пальто 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 и ушли театр а гардеробница пошла пить чай и театр остался вот этот гардероб остался без надзора пришел шутник или даже можно сказать пришел зимсков и соватеев это про то что пришел зимсков и соватеев сейчас чуть позже я скажу это как бы это это продолжение сказки но продолжение уже чисто научная так вот пришел пока один соватеев у него есть он взял и выудил из большого большого ящика где лежит n факториал вот таких вот таких вот команд приказов n факториал приказов один приказ 1 перестановка то есть написано на листочке 1 пальто перевесить на 3 крючок 2 пальто перевесить на первый крючок 3 на 4 ну и так далее что куда один такой приказ называется по-научному перестановка а и он лишь приходит с этим приказом начинает его выполнять здесь должен быть список соответственно тот же самый что наверху только теперь и сортированы как-то повторов не должно быть иначе два пальто кажется на одном крючке и гардероб что сразу заметить поэтому перестановка то что должен перестановка это условие понятно вполне в этой в рамках этой задачи но выудил он случайно ее из списка всех перестановок и произвел эту перестановку с этими пальто вопрос какова вероятность такого события что кто-то получит свое пальто хоть кто-то хоть кто-то хоть один кто-то или больше получит свое пальто когда придет в вниз после театра выдаст номерок гардеробщица она пойдет снимет пальто и она кажется его собственным ну и что значит что значит что останется на своем месте что например около 7 написано 7 внизу он смотрит ага о 77 ну значит я ничего не меняю да вот и вот вопрос по сути такой вот у меня n факториал всевозможных перестановок но потому что первое пальто можно перевесить на любой из мест для любого выбора первого второе на любой из n минус 1 оставшихся и так далее у нас получается n факториал это все возможно все возможных перестановок и вопрос по сути в том с какой вероятностью случайная перестановка имеет неподвижную точку хотя бы одну круто да меня спрашиваешь да нет это я как бы что-то философски философски по задачам ну как бы постановка задачи пока вот понятно да оказывается она достаточно сложные неожиданный ответ у нее сейчас мы будем ее анализировать долго делать это будем начнем мы со следующего начнем мы с такого значит может быть небольшого лирического отступления о том как посчитать количество элементов вот в таком вот подмножестве пусть есть какой-то набор подмножеств в каком-то большом всеобъемлющем x конечно для простоты все конечно я хочу посчитать сколько элементов здесь знаю что я должен знать но я понятно должен знать как они пересекаются ну грубо говоря задача такая что вот у тебя класс твой какой у тебя класс номер 56 ну например 5 в этом году в 30 человек вот и они конечно посмотрят и вот допустим из этих 30 человек семеро знает английский 10 человек французский 13 человек знает немецкий допустим язык 3 человека знают одновременно английский французский 3 а я сейчас из головы возможно эти данные будут противодействовать друг другу 3 человек одновременно английский французский пять человек знает одновременно французский немецкий два человека знает одновременно английский немецкий и один человек один не знает ничего знает все все-таки не знает ничего не известно это вот как раз нужно знать вопрос задача такой сколько людей не знает ни одного языка этих данных достаточно для того чтобы это узнать и не надо знать сколько всего было нет сколько всего мы знаем 30 это конечно я сейчас я предложу такое решение которое прямо узнаешь называется пальчики оближешь давай потому что вот это уже в пятом классе у нас есть запросто на уж 7 8 9 вот так вот что мы в результате знаем нам даны вот эти все мощности множество все парные то есть такие все троечные то есть пересечения троек ну и так далее вот вот как бы набор данных вот все что мы знаем это вся информация о том сколько в каких пересечениях живет и нужно узнать сколько живет всего потому что вопрос сколько народу не знает ни одного языка эквиваленте вопрос о том сколько народу знает хотя бы один язык а это и есть вот эта постановка отлично сейчас я предложу такое доказательство соответствующей формулы которая твои пятиклассники еще не видели потому что они не знают слова функция но наконец узнают ну можно сказать об этом что за функция данной перемен другой лес какое-то соответствие ну да которые на самом деле данном случае будет наш функции мы будем рассматривать следующего вида фи из множества x в 0 1 и все то есть каждый отдельно взятая функция это такой список нули единиц на каждом элементе элемент как бы включается и не включать по сути функция такая это то же самое что подмножество то есть вот скажем фи 1 равно единице если и я буду не фи говорить а хи потому что это называется характеристическая функция подмножество а характеристическая функция равна единице если значит ну вот от икса равна единице если x лежит в один и нулю если его там нет полагая функция ну то есть вот у меня x вот такой здоровый x и вот у меня здесь один функция хи один она вот здесь везде единичка тут везде так вот сейчас мы немножко поколдуем мы сейчас поколдуем поколдуем следующим образом для любого подмножество b из x хи x за вычетом b плюс хи b дождественно равна единице то есть равна хи самого икса это должно быть понятно да то есть любой элемент живет строго либо здесь либо здесь ну да либо он есть значит соответственно для любого элемента то функция где он живет будет равна единице оставшиеся нулю в сумме в сумме все время единица так следующая магия ну то есть как бы вторая функция вот здесь везде была единица здесь везде 0 вот вот у нас b а вот x минус b вот эта функция здесь единица тут 0 а вторая наоборот здесь единица там 0 и сумма понятно равна просто единиц так ну или что то же самое хи x за вычетом b равно 1 такая функция 1 вот эта функция до которой везде равна единице минус хи b дальше кстати для 5 класса чтобы найти неизвестное слога вам надо из суммы вычесть известное да конечно но мы ищем тут функции да ладно теперь дальше очень крутое свойство хи bc б пересечения с с это любое другое вычисляется очень просто это хи b умножить на хи c просто так определение нет давай докажем эта функция равна единице на тех икс которые живут внутри вот этого внутри пересечения и равна нулю во всех остальных посмотрим где равна единице эта функция так как их значение это только 1 и 0 вообще в эти функции у них другие значения не бывает то соответственно чтобы здесь произведение было единицы нужно чтобы здесь и здесь были единицы ну да а значит она должна жить b и жить в цель то же самое вот так что у меня есть две классные формулы да еще одна формула мне нужна что будет если язык со вычесть объединение множеств вот во множестве вот этот знак без разной чай да разносили без зерк и избежать этого то есть убрать вычесть да это означает что лежит в x но ни одном не лежит из них ни в одном потому что если бы хоть в одном лежала там уже лежал бы в мнении и значит в этой разности уже либо не было да то есть это состоит из тех икс которые вообще не ходят ни в одно но вот например здесь было бы вот из вот этой части диаграмма мейлера верно да то есть мы язык со должны вычесть произведение ну по сути вычесть каждое вычесть каждый и прибавить что ли произведение нет просто пересечь нужно чтобы x не находилась в один а значит находилась здесь во множестве x без да должно жить здесь но одновременно она не должна быть во 2 значит должно жить здесь и так далее вплоть до а.н. тоже вполне понятная формула да в принципе вполне понятных а а теперь вычисления хватит ли мне места здесь еще на правую направо наверное мы увидим правую увидим тогда поехали значит смотри как это ловкость рук и никакого мошенничества а здесь еще одно очень важную формула количество элементов множестве b нет я его обозначил вот так ты не поверишь это сумма хи b от x по всем x из икса что тоже вполне понятно потому что каждый икс внутри б даст одну единичку в этой сумме каждый из внутри б даст единичка остальные дадут поэтому мы просуммировали столько единиц сколько элементов b то есть получили ровно количество элементов b так а вот теперь начинается красота и так хи x минус а 1 так далее а.н. здесь все знаки объединения идут то есть характеристическая функция вот этого множество она с одной стороны равна 1 вот это вот единичка дает которая в любой точке равна единице минус хи от вот такого объединения это с одной стороны а с другой стороны она равна хи x за вычетом а 1 применяем эту формулу да от вот этого пересечения а хи от пересечения это произведение поэтому это хи x минус а 2 хи x минус а н правильно согласен да а теперь внимание вот это я знаю что такое это 1 минус хи а 1 1 это 1 минус хи и 2 а 2 2 и так далее 1 минус хи а н так правда это раскладывается 1 минус сумма хи а и тэх просто раскладываем все скобки плюс сумма по и жи по и меньше жи хи а и тэх хи а житых то есть хи пересечения которые нам известны и дано минус сумма по всем и меньше жи меньше к хи а и тэх пересечения с а житых пересечения сократа плюс и так далее и так как это равно 1 минус хи вот это сало то окончательный ответ хи от 1 объединение так далее с а н равно вот это все что один минус это все штуки да и один минус то есть мы переворачиваем знаки соответственно сумма хи а и тэх по и минус сумма по и меньше жи хи а и тэх хи а житых плюс и так далее да и жи к и так до упору а теперь мы хотим узнать сколько здесь элементов а а это значит просуммировать по всем икс из икс вот эту функцию потому что вот да ну это значит что все что просто миру те а каждый из них это просто количество элементов соответственно множестве потому что это просто характеристические данных этих да да поэтому что это получать это сумма количеств ходящих вает и всех прост подряд минус сумма количества ходящих во все пересечения а это я жи ты извините а извиняй а и жи ты пересечении пересечения плюс сумма всех тройных пересечений вот двойных не всех крещения двойных так ли войны и потом по 3 с минусом по 4 с плюсом по 5 и до упора вот так это происходит и все собственно формулу мы вывели и в частности здесь это означает что количество тех кто знает хоть один язык равно 7 плюс 10 плюс 13 заодно проверим не противоречит эти данные вообще это вот первое это сумма тех кто по одному да хотя бы сам давай да да от пятиклассников требуем теперь вычесть двойные да а сумму всех двойных сумму всех скобочку открываем 5 3 2 это 8 10 тогда ну да 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 это два это два значит что вы считаю просто 10 и плюс 1 1 и полиглотина человек полиглотина их до четверных здесь нет да тут только ну и осталось значит 10 10 и того 7 до 3 20 21 человек да то есть девять человек тебя не знает ни одного языка 21 человек чего-то знаю да да потому что вот эти до знают по одному но они вот тут есть некоторые за да правильно 30 у меня 30 вычесть 21 9 вещь вот эта информация не наш класс потому что в нашем классе никто не знает ни французского и немецкого английский все учат все знают все знают английский если можно так сказать понятно нормально я просто хотел сказать как фильме кавказская пленница но это не не в нашем районе где-то далеко в горах но да смотри недостаточно вот этого никак это понятно то есть здесь мы искали вот 30 человек супер 30 каждый бы что-то знал но так как они знают по нескольку то кто-то не знает ничего и вот чтобы точно знать сколько мы применяем формулу то развивать форму включения исключений так а у нас тогда теперь да самое интересное и так мы усвоили форму включения исключений а теперь будет возвращаемся к шутникам и пальто переходим к пальто а 1 до наша x как ты догадываешься это пространство всех перестановок на символов множество из n факториал элементов x равно n здесь живут все перестановки и перестановки пальто какие возможны в этом гардеробе до их им все пальто все переставшие перестановки именно да именно все перестановки а теперь я ввожу n множество все эти множества лежат в x то есть являются подмножествами перестановки перестановок наборы перестановок а один состоит из тех перестановок которые один оставляют на месте ну а дальше что попало любые первые пальто да ровно первый крючок ровно вот топ или то который на первом крючке останется на месте здесь может быть что другие тоже останутся но важное условие что первое остается а 2 состоит помнишь такой значок а вот молодежь уже не помнит мы кстати которую я в институте вот так писал до окончания вот такой который я вот так писал которые которые два переводят два а один ну кого может быть и в один а может и не в один это это мы не знаем про остальных мы ничего не знаем то есть каждая из этих множеств да и так далее и соответственно меня аренды она состоит из тех да да остальные а бы как вопрос что нам надо найти я думаю ты не видишься что ровно это и надо объединение хотя бы одно пальто осталось на место на месте это значит что перестановка попала хотя бы в один из этих а если там 5 пальто осталось на место она находится внутри опять если при этом за одно и второе то значит еще и внутри а 2 то есть внутри пересечения но важно что хотя бы в одно должно попасть и мы должны это найти и сравнить с n факториал с количеством элементов поделить и получить вероятность то есть вероятность того это благоприятные на все возможное да правильно это благоприятное количество благоприятных перестановок для нас это количество этих самых но это мы пока не знаем а вот именно так как только что мы делали смотри это сумма количеств в каждом минус сумма двойных двойных которые оставляют на месте два пальто конкретных два пальто например третий потом тех которые на месте оставляют три пальто потом минус плюс минус ну там и в конце какой-то единицы на самом деле потому что те которые оставляют на месте все все пальто да на самом деле и перед этим тоже стоит несколько единиц потому что если я минус один пальто на месте то и энты тоже но нам на этом не надо заморачиваться нам надо просто понимать что мы сейчас очень легко поймем сколько здесь 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 и так далее элемент например сколько элементов в любом из аитова и за и так вот допустим вот сколько здесь элементов нам дано что первое переходит себя больше ничего не дано ну а там меняться не могу как угодно м минус один что факториал факториал то есть это оставшиеся кусок который просто как угодно шебуршится так как хочет то есть минус один факториал значит здесь n экземпляров по n минус один факториал ну пока не будем замечать что это то же самое что просто n факториал то что это нас отвлечет от дальнейшего я хочу замечать что n это количество самих пальто количество самих крючков теперь что здесь что вот это такое это те которые оставляют конкретных два пальто на месте а с остальными делают все что угодно грубо говоря там первое второе да n минус 2 факториал и сколько их сколько пар пальто тоже пар здесь уже по пополам c из n клуба потому что мне нужно выбрать два пальто способу выбрать два пальто из возможных цель за плоду строго по принятию ровно он динамяне коэффициенте к дальше идет плюс c из n по 3 то есть количество трое на n минус 3 блин факториал да правда и так далее до конца а теперь я делаю следующее я вспоминаю чему они равны здесь стоит n факториал несомненно n на n минус 1 пополам или на 2 факториал что то же самое умножить на n минус 2 факториал н на n минус 1 на n минус 2 факториал чтобы пятиклассники знали что такое факториал быстро вот смотрите 5 факториал означает 1 на 2 на 3 на 4 на 5 время а у нас n чисел 100000 и дамы n минус 1 значит умножить на предыдущие n минус 2 умножить на все привет привет последняя да и все факториал означает все остальные ну понятно тут единственно что они не знают наверное еще вот этих цешек ну да ладно классе но пора давно пора узнать товарищи пятиклассники вы что пятом классе не знали цешек что ли я уже знал ну ладно идем дальше и это умножается на n минус 3 факториал тут будет n факториал опять n факториал вылезает только здесь уже 3 факториал минус значит все дальше все понятно каждый раз будет вылезать n факториала делиться на факториалы все возрастающие бывающие и плюс минус это еще и вот это число внимание надо разделить на n факториал вот еще хочу сразу алексей килограмм единицы в этот раз стоим или смотрим и не понимаем вот она почему единица то что n факториал будет делиться на факториал будет н факториал действия и предыдущий тоже будет единицы потому что в тропа делится на нет будет я предыдущий будет н н единичек будет все правильно потому что у нас как бы когда уже ты знаешь что у тебя н минус один пальто на месте прием ты тоже автоматом на месте ну и мы просто суммируйте на н единицу так вот вероятность тем самым равна этого события до равна тому что будет если я поделил вот эту штуку да будем как почленно делить конечно у нас же просто везде n факториал уходит посмотрели но вот эту всю штуку сейчас важный же момент да да делим дробь на n и делим на n факториал делим каждое на каждое n факториал на n факториал единица и это сделано на n факториал на n факториал ну вот как бы это так 1 это 1 делить на 2 факториал это 1 на 3 факториал это 1 на 4 факториал плюс-минус и так далее и так далее да да плюс-минус 1 на n факториал а теперь внимание это с очень большой точностью равно 1 разделить на е который пятиклассники еще могут правда не знать потому что ряд знак очередуюсь это чередующий знак что такое есть степени x это 1 плюс x плюс x квадрат на 2 факториал плюс x кубе на 3 факториал и так далее до бесконечности но бесконечно здесь такая довольно фальшивая потому что уже через несколько сагов вот это вот все передали если их равно единицы то уже как бы вот и если ты поставишь минус 1 вот я в степени минус 1 то есть 1 разделить на е то получишь 1 минус 1 плюс я неправильно писал не 1 на 1 минус 1 на я потому что 11 есть степени минус 1 равно 1 минус 1 плюс 1 на 2 факториал минус 1 на 3 фактор тут будет чередоваться знак и так далее но уже на 10 пальто 10 факториал это сколько 3 миллиарда да сколько я забыл три миллиарда с лишним кто-то под грозки знает наизусть это сколько будет до каких-то не литически можно подразить время здесь факториал посчитать это уже все то есть это ноль фактически можно сказать что здесь а здесь соответственно 1 минус то что здесь написано то есть вот у нас те же знаки так перевернуты все поэтому вероятность равна не 1 раздельная как я сказал 1 минус 1 разделить ноги и с очень большой точностью с точностью там до таких миллиардных долей и того с помощью большой красивой науки мы получили что если какой-то шутник пришел в театр и случайным образом поменял пальто то вероятность того что кто-нибудь получит свое пальто не ты конкретно да они будут кто-нибудь то что ты конкретно это 1 это или вообще ужас а это довольно большая личина больше чем половина то есть вероятность 2,7 е это такое иррациональное число для малышни до единицу разделить примерно на 2 и 7 и и это вычесть извиниться и вот ответ а можно ну да вот вот такой очень такой это знаменитая задача очень такая красивая что-то у меня еще было я хотел что-то по этому полу сказать а я хотел сказать слушай миллиард это сколько нулей 9 предположим 10 факториал что они все десятки это 10 нулей если 10 на 10 на 10 и так далее до 10 10 ну да но вообще формула факториал такая действия равно 10 10 делить на е в 10 есть формула стирлинга по-моему так n факториал примерно n на е в степени n умножить на корень корень из 2 пи n что ли ну в общем что такое я здесь могу ошибиться вот этом коэффициенте наверное примерно примерно 10 факториал нормально естественно теоретически приблизительно там вот это нужно просто посчитать еще и корень корень там какой-то в общем это вот близко к вот этому значению то есть в десятой степени числа вот это и есть мне кажется математика потому что вместо того чтобы взять и тупо посчитать 1 умножить на 2 на 3 на 4 но мы этого делать не хотим мы столько же времени потратим на гораздо дольше будем доказывать на число которое гораздо дольше да но здесь 60 получается примерно 60 это близко к 10 ну ладно вот вот такая вот задачка видишь а если ты со своей программы потом пришел и перемешал пальто по своей программе то то что в результате получилось называется композиции двух подстановок двух перестановок это группа перестановки образуют группу самое важное слово математики группа так вот эти перестановки как команды перевесить пальто они образуют группу вот такие дела ну что скажи что-нибудь как потрясно друзья дошли сказать надо просто вышку немножечко повторять ну хотя бы просто вот у меня уже который год там 5 5 7 8 9 6 я чувствую что я но это можно в шестом я думаю вполне ну вот когда я увидел тебя знак очередующий ряд вот я кстати могу рассказать историю когда было давай друзьям в юргу пересдавать я учился на матфаке понятно что у нас математика все пять лет в политехе математика два года по моему они на втором курсе сдают вышку и мы вот с армии когда пришли все после первого второго курса отслужили ребята меня позвали помочь сдавать сдали они на 2 пришли мне помочь у нас в чпе сдавали так значит я говорю а как я вам помогу все очень просто у нас препод выходит на 40 50 минут мы спокойно выйдем дадим те задачи ты решишь я притащил там фехтенгольца кучу 2 3 книжки они вышли и у меня один парень с двойки пересдал на пятерку но ему правда 4 поставили потому что там был знак очередующийся ряд но начинался он с отрицательным числа я минус вынес за скобки чтобы предел за мы знак через значит чередующий ряд должен начинаться положительно я ему так объясню до него дошло но больше вот уже 25 30 лет никаких рядов в моей жизни не было только в кинотеатре и в театральном зале но вот театр гардероб да нет я это постоянно у меня это могу выше математика для всех есть в этом на нас платформе но не для всех много выведения выше математику да мне тоже были такие истории прям даже стыдно вспомнить когда я был маленький учился на михмате один мой бывший одноклассник или параллельно классник с которым я дружил в старой школе еще до 57 он значит учился там в какой-то шарашки типа прибора строительного института или что-то в этом духе я точно не помню и уже тогда там уровень но был как бы нулево часто вообще отрицательная ну во всех вузах как грубо говоря кроме нескольких а тогда он ну как бы был так в общем никто особо действительно не хотел он значит я в общем пришел и я представился им назовем петрищик там другая фамилия была нового как на зон петрищик да я слушаю петрищик и пришел сдавать интегралы и мне дали какой-то там тройной интеграл который очень быстро был ясно распадается там цилиндр там на две части разделить ну короче я за пять минут все нахрен сдал подходит ко мне этот самый говорит петрищик что ты здесь делаешь переводить на мехмат я тебе напишу эту самую рекомендацию а я в момент учусь на втором курсе мехматы а потом ничего нет я промолчал так тихо настоящий настоящий я учусь как раз там куда ты хочешь поэтому когда вот так ты должен делать не скидку включать и до делать так чтобы тебе как это должен да правильно все все они не нельзя было немножко я его подставили через последствии когда он там начал снова сам выступать что с тобой электроник что с тобой сыроежкин да он не видел ни одного он не был ни на одной паре ни одного занятия поэтому его не знали в лицо и соответственно как бы в дальнейшем видимо он не планировал туда ходить на видны такой товарищ знаю что саватеева пошли но сейчас саватеева дорогие друзья нельзя за место себя никуда уже не получится да инкогнито только публично я сейчас расскажу еще одну историю если же до баек дошло да я хотел ее завтра рассказать на нашем коллабе но я сейчас расскажу приехал я в Дзержинск я как всегда такой ковид-диссидент без масок все гробой это видел да вот и вот значит я на обратном пути из Дзержинска я на станции должен уже сесть сейчас пока есть шутка в голове давай многие кто за вакцинацию скажут вот именно из-за таких работа вот из-за таких на конечно вот и я возвращаюсь там кстати в Дзержинске еще была одна история абсолютно не экзотическая я мне подали обед большой большой обед там из столовой вкусный вкусный и там был майонез такой значит ну майонез прямо он вот кол колом прям стоял такое ощущение что он вот ну и я его бахнул значит суп хорошо размешал начинаю есть и понимаю что это что-то не то полсекунды я думал потом понял что это была супер такая жирная сгущенка я думал солидол какой-нибудь нет все-таки нет но солидол купил славу да борщ борщ хорошо приправленный сгущенкой такой вот аааа я его съел я все съел и вот я возвращаюсь а Дзержинск это город в котором снимался фильм частная пионерская часть 1 2 и 3 очень интересно такой юношеский фильм детско-юношеский который мы смотрели в этом году в ковидном там вот летом когда мы смотрели его вместе с женой и мелкими детьми и я просил провести меня по тем местам где снимали и потом приехал на вокзал и вот я хожу в вокзал и иду к поезду это был самый прям разгар всяких ковидов в общем мало где что происходило в Дзержинске все было хорошо и вот я иду и ко мне направляется человек в маске очень строгий я думаю ну все я приехал маски что-то ну где-то там она блин я стал живо пытаться достать маску да где она алексей владимирович подождите я хочу с вами сфотографироваться я начальник станции здравствуйте я буду тогда маску снимать что фоткаться ну да вот очень клево было да ну или не станции как смены в общем но очень клево и то есть он он вот человек да он на работе на железной дороге до вечером он смотрит мои уроки вот совершенно норм абсолютно нормальная ситуация вот вот так вот если я боюсь куполю я буду народным кандидатом прям кандидат от народа настоящий не шумонные руила да как обычно бывают думах а кандидат от народа из самой глубины вот так ну что пётр спасибо огромное что пришел к нам в гости что я немножечко вспомнил вот я хотел кому-то рассказать всегда интереснее кому-то рассказывать вот когда кто-то прямо живой ну чё всем маткульт привет большой математический большой математический привет